Здравствуйте, уважаемые садоводы и огородники! Меня зовут Русский Иван. Я вас приветствую на канале Процветок. Сегодня мы поговорим с вами о азотном голодании растений. Азотное голодание преследует буквально растения на каждом шагу. Ведь азот один из наиболее важных элементов питания растений. Именно азот обуславливает высокую урожайность растений, у которых в качестве продуктов питания используется вегетативная масса. Также и не только вегетативная масса, но и классические плоды. Потому что чем больше в первой половине вегетации будет нарощена вегетативная масса, тем больше впоследствии будет образовано плодов. Азот, несмотря на то, что является очень важным элементом питания, коварен. Потому что когда начинается цветение и плодоношение баклажана, перца, томата, других растений, в этом случае может при избытке азотного питания происходить всем известное ожирование. Как с ним бороться, обязательно смотрите на нашем канале. Ну а сегодня я расскажу вам, как поправить азотное голодание. Все соединения азота, видите, тут питунья хорошая, а вот здесь с признаками азотного голодания хорошо видны симптомы. В случае азотного голодания растения характеризуются общим пожелтением, особенно тех частей, которые являются активно растущими. К сожалению, азот не мигрирует по растению, поэтому не может перейти из одних листочков в другие. В этой связи почва должна быть очень хорошо обеспечена азотом. Азот, все соединения азота, которые мы вносим в почву, будь то какие-то компосты, или зеленые удобрения, или минеральные удобрения, очень хорошо растворимы. Поэтому по азоту не надо никаких мероприятий дополнительных по увеличению доступа растений к азоту. У нас есть видео про то, как правильно использовать азотное удобрение, и какие особенности есть у разных форм. Вот у меня в руках мочевина, наиболее концентрированное азотное удобрение, но есть секреты его применения. Посмотрите наш этот выпуск. Как только вы обнаружите пожелтение растений, и это сигнал к недостатку азота, а в отличие от других типов пожелтения, это пожелтение является равномерным. Ни пятнами, ни прожилками, ни каким-то по краям, ни в серединке, ни как-то еще. Это равномерное пожелтение растений, а при более поздних стадиях и сильное, серьезное отставание в развитии. Согласитесь, это ненормально развитое растение перчика. Ну что это такое перчик? Он уже вот такой вот должен быть, а он вот такой вот хилый. Мы здесь в республиканском центре проводим достаточно много опытов по определению симптомов, недостаточности тех или иных элементов. Детям интересно и нам интересно тоже. Итак, если вы обнаружили вот такие вот симптомы азотного голодания, сделайте обязательно азотную подкормку. И помните, что для томата во второй половине вегетации, когда плоды уже образовались, азот все равно нужен. Лишение азота растений приведет к тому, что у них снизится и количество плодов, и качество. Снизится уровень сладости, уровень аромата, запаха и так далее. Вносите только аммонийные формы азота. Сульфат аммония лучше всего, хотя он и кисловат, но ничего страшного. Почву вы тем самым не закислите. Ну и другие формы, аммонийные формы этих удобрений. Почему? Потому что в случае внесения избытка нитрата, даже кальций, азотно-кислый нитрат кальция, которым часто пользуются для профилактики лечения вершинной гнили, коварен, потому что он содержит значительное количество нитрата, который может накапливаться в плодах и занетрачивать овощную продукцию. Аммонийный азот является азотом выбора в этот период развития растений. У нас тоже об этом есть выпуски, более подробные посмотрите. Чтобы не пропускать очередные выпуски, пожалуйста, подпишитесь и нажмите на колокольчик. Вы будете получать уведомления о наших новых выпусках. На этом я прощаюсь с вами. С нами интересно. Оставайтесь. Всего хорошего. Субтитры создавал DimaTorzok